Эта снежинка у нас с тобой будет волшебная, и она принесет кому-то счастье. А что такое счастье? Этот ребенок понял только в детском доме. Алисе 8 лет, ее нашли на улице поздно вечером сотрудники полиции. Это было два месяца назад. С тех пор мама так и не приходила. Алисе говорят, что она очень занята и много работает. Первое время была очень напугана, беспокойна, плохо спала, кричала ночью. Но все равно не хочет идти домой. И сейчас не хочет идти домой. Ведь дома больше никто не ждет. Бабушка умерла. Маму, скорее всего, на днях лишат родительских прав. Есть родственники, но особого интереса к ребенку и они не проявляют. Сейчас Алиса учится во втором классе, но читает плохо и пишет печатными буквами. Часто прогуливала школу. На вопрос «почему?» ответила, потому что маме хотелось спать. Я люблю свою маму. Немного лет я люблю свою маму. А ты? Люблю, но она за всех кричит на нас с Алиной. Кричит? Но ты ее все равно любишь? Ну за что ты тогда ее любишь? Она на нас не кричала, я ее любила. Когда она не кричала, ты ее любила? Она кричала на нас потом. Все равно кричала? Я на нее обиделась. Ты обиделась? Мама. Этим словом Алиса называет всех женщин, которые сейчас ее окружают. Ребенку очень не хватает любви. Что-нибудь копошусь. Там воротнички, вот воротничок связала. Сейчас воротничок покажу. Хороший ей поет. Что такое любовь близкого человека, не знает. Или вернее уже забыла и Валентина Самохина. Ей 85 лет и живет она в Барнаульском доме-интернате. Жизнь прожила, ну, пожаловаться не на что, чтобы где-то кто-то меня обижал. Нет, все хорошо. И здесь хорошо очень даже. Все хорошо, но вот ни детей, ни внуков кто нежно и с любовью назовет бабушкой. И так ли это приятно слышать? Женщина этого не знала и лишь сегодня. Благодаря нашей съемочной группе поняла, как хорошо, что есть внучка. У вас никого нет, да? У вас никого нет? Никого у меня тоже никого нету. Одна я живу. Ну, как хорошо. Ты посмотри, как хорошо. Ну-ка, посмотри. Понравится? Нравится? Теплый шарф, два берета, носочки, а еще множество сладостей и то, что стояло на полке. Баба Валя готова была отдать Алисе все. Она проводит ребенка, а после будет долго смотреть ей вслед. Алиса вернется в детский дом и тоже будет долго стоять у окна. Теперь у нее есть бабушка. Но нет мамы, которую девочка все равно ждет. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.